Ну что, друзьяшки, всем привет, с вами как всегда Клауд И сегодня у нас будет день подарочков Поэтому вот, собственно говоря, первый подарочек Погнали его открывать Думаю, что-то будет интересное, но это не точно Давайте посмотрим Оба-на, это какой-то вертолет, да? Офигеть, друзья, ну давайте попробуем Причем, насколько я вижу, он безмодулый И это прям очень круто, потому что смотрится неплохо Давайте будем покататься Видимо, шестерочка запускается Ага А даже кнопками, ну кнопками даже неудобно, блин Ну неудобно, честно О, меня колбасит Но кнопками неудобно, вот честно Вот не делайте кнопками, ребят Ну настолько неудобно, брать кнопками, что просто не представляете Я даже не могу прямо вперед повернуть, смотрите Какого хрена, что происходит Друзья, может быть вот так вот задумано летать, а? Как думаете? Реальная проблема, я не могу на те кнопки, которые нужно летать К сожалению, Нал бы никакой инструкции не дал Поэтому бьется все-таки собственным опытом пытаться Так, это лево, это вправо получается, да? Ага, смотрите, друзья, я понял Когда нажимаем кнопку 1 или 2, видите, меняются трейстеры На крыле, да? Как настоящий вертолет, смотрите, классно сделано Только не совсем понятно, потому что одни и те же кнопки Получается, что делают одно и то же Посмотрите, вот кнопочка 1 Кнопочка 3 Ну почти одно и то же делаю, смотрите В нужную сторону, да? Очень странная система Ну давайте паром еще раз полетает Но по-моему она нифига не работает Так А, я наконец-то все понял Кнопочка 3 делает на вертикальный взлет Кнопочка 1 должна быть вперед В теории, да? Да Видимо, нужно две кнопочки зажимать одновременно, чтобы летать Потому что нам нужно и вверх лететь И одновременно поворачивать А он поворачивает вообще? Хьюз, у нас проблемы Я перенесу Нет, нормально, летает Единственное, что мне очень удобно по кнопочкам это дело делать А так он летает нормально Почему он летает, как настоящий вертолет? Почему я говорю именно так, как настоящий вертолет? Потому что у него есть система смысл наклонов Именно на крыльях стоит Видите? Да, как настоящий вертолет И это, в принципе, очень круто на самом деле Влево-вправо, я так понимаю, трассер работает, да? Да То есть, в принципе, простое управление не очень удобно сделано Потому что скрипт механики, к сожалению, нельзя вывести управление на ВСД без мода Поэтому приходится так вот возвращаться Но в целом, в принципе, ну, классно, классно, мне понравилось Ну что, друзья, идем дальше Это у нас подарочек от Сабвейджера какого-то И смотрите, здесь что-то Какая-то машина внутри, да? Что-то просвечивается, интересно Да, как же открывается, интересно Есть какой-то блок Ну, очень странный блок Давайте нажмем Друзья, это был блок вордклинера Который, собственно говоря, удаляет всю его упаковку Очень удобно сделанная Ну, такой мод есть Называется вордклинер третья версия То есть, нажимаете, я так понимаю, к тому, к чему он присоединен То есть, отдельный упаковки И он, собственно говоря, эта штука убирает Очень приколе сделано, на самом деле Вау-вау, какие двери, друзья Это круто Слушайте, очень нравится машинка Я уже вижу, что очень классная подвесочка Очень мягенькая будет Давайте посмотрим еще и клавиши Посмотреть, у нас фары Это у нас капотик Или что, или турбонаддув, может, какой-то Капотик Хорошо, четверочка у нас Не знаю, что значит четверочка Возможно, зажимает как-то подвесочку Посмотрим, покатаемся Давайте попробуем проехаться Как-то у него колеса немножечко в развале находится Ну, ладно Почему бы и нет Кстати, кто-нибудь видел Вот новая версия, вот такие баклажаны Слушайте, я, по-моему, первый раз их вижу Получается, добавили в версию 0.5.0 эти баклажаны Потому что вроде их как не было Ну, как-то лагает постройку Не очень понятно, почему Ну, очень комфортная подвесочка Видите, прям катается Очень мягенько, очень классненько Давайте прям пряхаться вперед К сожалению, выдает 26 ВПСов И в этом проблема этой постройки На самом деле Но он нравится И даже, смотрите, породненький работает Хорошая система Но, видите, очень много шатереночек И, к сожалению, физика крапа не справляется Но, тем не менее, очень красиво катается Смотрите, по бездорожью Классно Почему он лагает? Как-то очень интересно Он одновременно выдает 60 кадров в секунду И одновременно выдает 30 кадров в секунду То есть Буквально вдоль секунды прыгает кадры От 60 до примерно 20 Даже вот так Есть с этим проблемы, реально Кстати, эта версия может дать как у РУЗы Ура! Вообще классная постройка, ребят С классной системой подвески Но Проблема вот таких подвесок Смотрите, в чем Видите, сколько здесь шатеренок стоит Большое количество шатеренок И все Скорб механик лагает По-моему, переделом шатеренок Чтобы не лагало По-моему, 24 шатеренки Или 23 именно В этом роде Если стоите больше То у вас Серьезные проблемы с лагами И кататься на таких постройках неинтересно Хотя подвесочка очень интересная Очень красивая И очень мягенькая Ну а мы, друзья, идем дальше И у меня вот такой красивый подарочек есть Смотрите Клаут АМ Очень классный селезионом Прям очень нравится По красоте Это какое-то дерево На каком-то острове Судя по всему Облако Это воздушный шар Это солнце, наверное Ну, предположительно, конечно Красивая надпись Клаут АМ Очень нравится подарочек Тучки, смотрите, нарисованы Кстати, ребят Не забывайте ставить лайки Это помогает продвигать видео А чем больше предлагается видео Чем больше мотивация Делать мне новенькие видео И чаще их выпускать Друзья, нажимаем кнопочку Что происходит Моя любимая летательная постройка Но взорваться не будет, да? Просто улетает Все? Видимо, все И тут у нас, друзья Очень интересные машиночки Ну, тук-тук Мы уже много раз видели Давайте пробуем Хороший здесь тук-тук Посмотрим У него какие-то проблемы Он, походу, не отстреливается Надо вручную это делать Слушайте, а куда крышка улетела? Она просто улетела вверх? Ну, ладно Хрен с ней А тук-тук прикольный Я, похоже, тук-тук видел Здесь единственное, что Да, здесь делаем полностью без модов Я думал, что здесь ключи Но ключей нету Благословим, как он катается Потому что у тук-туков Главная проблема в том, что Они трехколесные Они могут переворачиваться Очень легко Вот то, что я вам говорил Это главная проблема Вот этих вот тук-туков, ребят Также у него есть такие вот фарчики На клавише 2 у нас гудок И на клавише 3 у нас получается радио Не, ну, в целом, в принципе Он стабильно поворачивает, на самом деле Он не так плохо Это просто я уже так слишком заутрировал И слишком резко повернул Это с этим проблемы По подвесочке у него простейшая подвесочка По-моему, без мартеров Да, мартеров никаких нету По крайней мере, спереди нету Сзади какие-то есть Но он очень такой няшный Очень миленький Очень классно сделан Классное технологичное управление Мне очень нравится, на самом деле Таких классных тук-туков я еще не видел Авторы большущий Респект, как говорится Мне реально очень прикольный тук-тук Ну, это, я так подозреваю Какая-то митсубиси, наверное Да, очень классный дизайн Нет, все-таки, наверное, кличи есть Да, кличи все-таки используются А, нет, это не клич Нет, это клич Потому что здесь невозможно Засунуть эту штуку И засунуть вот эту штуку Одновременно Это, по-моему, митсубиси Японская, да Которая вот в Японии катается У них там Видите, проблема со стрелом Не совсем ровно стоит Такой грузовой автомобиль Из Японии Очень классно смотрится Дизайн прям бомбический С одной стороны, хочу сказать Хочу научиться так строить Другой стороны, здесь используются кличи А я, как вы знаете Не сторонник кличей Поэтому, собственно говоря Ну, не сторонники кличей Как видите, машина японская Поэтому роль с правой стороны Блин, ну очень красиво дизайн Дворники, смотрите, даже работают Не совсем нужная вещь в игре Но работает охренеть с ним Это, по-заряющей портинге работает, да? Да Сзади работает? Да Да, на кличах Да, на кличах получается красивее Но, блин Хорошо, что хоть без модов Классно, машина катается Подвесочка хорошо отрабатывает Очень комфортно катается машина Да, ехать по бездорожью бесполезно Потому что машина не для этого предназначена Она будет вот так вот прыгать Хотя, знаете, даже, по-моему, очень неплохо отрабатывает На удивление Очень удивлен Но дизайн и управление у машины прям бомбически Очень удобно кататься Классная машина Чего бы двери открывались Но, опять же, бесполезная Что функция, в принципе, в игре Поэтому К этому претензии нету Люблю мастеров, которые строят Очень классные, шикарные постройки Большое вам спасибо Потому что Я когда смотрю на ваши такие классные постройки Я начинаю сам Да, я думаю, что вы тоже Кто не умеет стоить постройки Потихонечку начинаю придумать Какие-то элементы дизайна Вот, допустим, зеркала классно сделаны, да? Немножечко удобно Сделаны щеточки по-другому сделаны Немножечко Какие-то вот такие вставочки интересные Вот это все потом используется Да, кличи, конечно, видите Выпирает из текстур Но при этом Ну, некоторые вещи можно использовать Давайте поставим подвесочку Потому что она, в принципе, мне понравилась Какая-то очень классная управляемость Очень мягенькая Смотрите, как сделано Как видите, ребят Порт в сайте не здесь А они разнесены Это очень интересно Система сделана Есть даже мартеры Вон там стоит Сзади подвесочка немножечко попроще Но тоже классно работает Тоже дизайн Шестереночку Очень понравилось Спасибо дружесчу Присылай, как говорится И еще Да, и смотрите Какая красивая упаковочка сделана Гусом Прям шикарно сделана Очень понравилось Дизайн упаковочки Прям бомбический Ну, а мы, как всегда, идем дальше, друзья Подарок от тапочка Написано Клауд Какой-то он Пожарного цвета такого Давайте посмотрим, что будет У нас оно открывается Очень странно Открывает А, отстрелилась Так, хорошо А что это такое? Это какая-то Раскладывающая машина, что ли? Давайте посмотрим Что это такое, может быть Нажимаем Да, ребята Это раскладывающая машина И она от меня уезжает В смысле ты уезжаешь? Это робот, друзья Он что-то делает Он рандомно катается Но вот, допустим Он врежется куда-нибудь В какое-нибудь Дерево Или какую-нибудь неровность И что бы делать? Какой-то рандом, по-моему Тупо сделали У меня такое чувство И поэтому он как-то Рандомно и катается Рецикл такой Блин, ну прикольно Интересно за ним наблюдать Я хочу посмотреть Что будет делать Когда он какое-нибудь В дерево врежется Что будет происходить? Пока у него эти проблемы С тем, что здесь неровная поверхность Он, блин, косит Мою кукурузу Сволочь Кстати, друзья Теперь можно делать Нормальный комбайн И косить кукурузу В креативе Тоже будет очень прикольно Ну да Он, походу, тупо рандомит Смотрите Но прикольно Мне понравилось Было, на самом деле Достаточно необычно Друзья Следующий подарок у нас От Тачанка-22 Это РДС Написано здесь Знак Тойота Смотрите Точнее, значок Тойота Сделан Я думаю, что внутри Тойота УЗ А, это 02 Что я сказал УЗ УЗ Это, как всегда, не знают Это двигатели Тойотовские Клаута им написано Я думал, что это УЗ будет Давайте посмотрим Ой, как красиво складывается Вот этого я еще ни разу не видел Кстати, очень красиво смотрится Склон просто тянет Поршень вперед И она просто так поднимается Я реально впервые вижу Чтобы жалюзи реально так вот работали Есть просто дверь, которая заезжает Но без жалюзей А это реально жалюзи Очень круто А это у нас, по сути, по всему Какая-то Тойота Давайте только дали подарочек Потому что очень много тут подшипников в железях И, соответственно, лучше всего Эту штуку удалить заранее Так, друзья, красивая Тойота Очень нравится дизайн Да, вот эти модно стало Тебе ставят такие большие колеса сзади В виде бачков Какой-нибудь Mark II, да, очередной Интеркулер есть Какая-то крутая подвесочка Давайте посмотрим подвесочку Просто интересно Какая-то навороченная подвесочка Или все-таки обычная И, судя по всему, это реально обычная подвесочка Все потому что Знаете, почему я определил, что это обычная подвесочка? Потому что не лагала Рулевая рейка, кстати, где стоит В каком месте интересном Сзади просто Да, тут нет какой-то подвесочки особо сильной Она, видимо, так бух Да Ну, блин, ну модно же, да Модная Тойота, ребята Ой, туда, походу, села Кстати, она праворук Потому что Тойота из Японии, друзья Да, вот такие вот фонари красивые Которые я сам научился делать Кто-то тоже, видимо, использовал Такой вариант И спиди тоже, я так понимаю, да Вот, да Самый лучший вариант Делать какие-то красивые Ставить освещения А потом посатонировать их Так По-моему, смотрится офигенно Хотя, мне кажется Вот этого сверху Чего-то не хватает Возможно бы Давайте я немножечко улучшу Тойоту Которую, в идеале, тоже нужно затонировать Я не знаю, какой-то цвет был Походу, какой-то такой Да, ребят Смотрите, как смотрится Это намного лучше, да? Или нет? Ладно Модный обвес Смотрите Нет, я смотрю, модов Это очень хорошо Капот открывается даже Оооо Тут УЗ стоит Смотрите, ребят Смотрите Это, походу, УЗ Какой-то версии Которая, по-моему, рядная шестерка Не помню, как версия УЗ Смотрится классно Давайте покатаемся Посмотрим Сколько здесь мощи Почему не двойной выхлоп, да? Да, дрифтует машина Очень хорошо катается Ну, на удивление Хорошее, собственно говоря Управление Единственное, что Много мохи на задние колеса И нас немножечко, видите Постоянно вот так вот подносит Но привыкнуть можно В целом Она никуда не ковыляется И это очень хорошо Смотрится классно, да, ребят? Единственное, что не хватает И какой-то спортивной покраски Мне еще кажется И было бы вообще замечательно Но это уже какая-то на любителя Поэтому, собственно говоря Кто захочет, может скачать этот подарочек И сам разукрасить Ну, мне нравится Классно получилось Да, вот этот бампер, который докрасил Точнее, вот эту Тонировку, которую поставил посередине Которая отсутствовала Мне кажется, придало больше крутости И это очень неплохо смотрится Я понял, почему он сделал такие повороты Скорее всего, сделан потому Чтобы вот так вот хорошо колеса ходили Смотрите, видите? Там какая рулевая рейка стоит И причем я уверен, что Вот на этом подшипнике Который использует рулевую рейку Там, скорее всего, стоят очень большие градусы Потому что машина сделана для дрифта Ууу, зажигаем Прикольная машина Мне понравился дизайн Очень красиво, достойный дизайн Идем дальше Подарок от устрицы Давайте посмотрим Один из моих подписчиков Уже жутко это все дело лагает К сожалению И это не круто Но есть шанс, что можно Что-нибудь заглючить после этого Какой-то странный звук Здесь какой-то очень А, это, ребята, устрица, наверное Это устрица Я подозреваю Я есть устрица А, я есть клау, друзья Вот что Был написан Нажимаем Ага, машина у нас Какая-то глючная Которая сама выехала Или вытолкнули А, там, ребят, цвет колесики Я понял, ребят, понял Здесь очень много шествий Но, конечно, с этим Проблема Она взорвалась еще Смотрите Отцеловать, а? Ну, все, друзья Показать 20 кадров Это, по-моему, не очень круто Видимо, такая машина Катя, очень прикольная Сделана машина Очень необычный, скажем так Дизайн у этой машины Открывается дверка Ну, хотя бы леворукая Как говорится, да? А весь прикол в том Что она поворачивает на глюки Смотрите Не, подожди Смотрите, какой прикол То есть, нажимая влево Точнее, вправо Почти только одно колесо Видите? Нажимая влево Почти только одно колесо Очень странная система Не знаю, зачем это сделано Но ладно Пускай так будет Попробуем покататься Да, кстати Очень много клавиш в машине Давайте Ой-ой-ой-ой Что это? Что произошло? А, в 8 Там пнева Почему? По нажатию пнева Надо держать, смотрите Прикольно Ладно, поехать покатаемся Дико лагает По стойке 20 секунд Выдает, к сожалению Ну, мы попробуем проехаться А почему она лагает? Видимо, какие-то проблемы С подвеской Не, ну, вообще Башня, конечно, прикольно смотрится Но какая-то слишком, мне кажется Перетюненная А много лишнего Почему она так лагает? Очень много подшипников Да, сзади очень много подшипников Да, эта подвеска лагает Ребят, смотрите Она, возможно, крутая Возможно, классно работает С пневмой Но, как видите Комфорта никакого не дает Круто, но По-моему, перегруженный дизайн На мой взгляд И, к сожалению Лаги Это некомфортно Ну, еще один подарок У нас от Фрозика Который был в прошлом видео Он, судя по описанию Написал какого-то дрона Ну, давайте попробуем Надо вырезать Просто, я так понимаю Но, как написал Фрозик Какие-то проблемы С объездом деревьев у него Давайте посмотрим Так Нажимаю дрона Ну, поехали Посмотрим Сможет ли как-то Вот, допустим Переди скала Так Повернул У него очень хороший пород Потому что полноуправляемый шасси И, соответственно Он нормально поворачивает Жалко, что нельзя ускорять его А, ну я могу, смотри Сам его поворачивать Пробуем еще раз в стену Куперец Посмотрим, что будет Так, стена Да Ну, в принципе Объезд стены легко сделать А без каких-нибудь сложных препятствий Давайте попробуем Знаете, что сделать Прямо вертикально Подъедем к стене И посмотрим, что он будет делать Может ли он откатиться назад Чтобы повернуть Потому что это самое важное Потому что делать дрона Который будет поворачиваться Не сложно Но который будет глючить Вот так вот Ага, отъезжает, ребят Смотрите Вот за это респект Вот это сложно сделать Ну как сложно Не совсем сложно, конечно Там еще один датчик ставится Но Такое мало кто делает На самом деле И поэтому Эти на дрону Комфортно управлять Можно даже в тупику поставить Я так понимаю Да, нормально выезжает Давайте, друзья Посмотрим, что он будет делать Если будет горочка Вот интересный еще такой факт Как он будет реагировать на горочку То есть это будет препятствие Или это будет Или он сможет Заехать на горочку Но он пытается определить Да, он ее определял Но не четко Определял Поэтому заехали Тоже хороший Настройка робота Тоже нравится Давайте попробуем Сюда еще заехать Уперся Отъезжает назад Поворачивает Уперся Влево решил поехать А что если будет Скала А, он видит скалу Смотрите Он не дает разбиться Офигеть Вот это круто Но у него система Заглючилась Смотрите Это, короче, бесконечно будет Он вроде как Может поделять Что здесь скала И тут можно упасть Но при этом Видите, что происходит Примерно как-то вот так Потому что здесь неровности И поэтому вот так происходит Если было бы ровно Скорее всего бы нормально Сработал Он отъехал бы И объехал бы скалу Но главный плюс Затрону Что здесь основные Принципы Доронастроения Уже есть Они работают Это очень круто На самом деле Ну, друзья Еще этим подарочек Евгений Морг Или Морг Что-то его прислал Я вот его поставил Тут начали машины Выезжать почему-то Видимо боты что ли Так, ну да Это боты Максимально простые боты Управлять ими Никак не могу Они просто начинают ехать Как видите Этот бот Не совсем классно работает Но увидел Собственно говоря Что здесь Калар Какое-то препятствие Начал поворачивать Но не заехал на горочку В отличие от бота Который был вот Буквально минуту назад Так А что у нас здесь за бот Давайте посмотрим Ну, видимо То же самое делает Давайте мы усложним задачу Вот так сделаем Так Ну, собственно И все То, что я говорил Вот это примитивные боты Ничего не могут сделать Зависает И все Тот бот Который был Собственно говоря От Фрозика Вот он классно сделал Ну и последний подарочек На сегодня Подарок от Бести Давайте посмотрим На каких-то мартерах Стоит Или пусть приподниматься Наверное, да? Ага И скинь мне, да? Так Определенная высота Наверное Где датчик Который Определяет Так Сердце Я кинул Так Хорошо И пошел Что? Скинул сердце Ребят Смотрите И пошел Да Было забавно Ики подарки С различными Такими приколами Я люблю Хотя Очень прикольно Сделано Система хождения Как видите В принципе Как двигатель Шатуны сделаны Видите? На коленвале Как будто Прикольно, друзья Но, как видите Все-таки Ему помогают Реактивные, друзья Двигатели Ну, на этом все На этом вам было интересно Я был Клаус Всем спасибо Всем пока